Предисловий не будет никаких, скажу быстро. Мы начинаем ремонт. Сейчас в комнату дочери мы занесем весь хлам, который есть в комнате сына, и с нее начнем. Но прежде чем начинать, я должен буду сейчас продолбить дверные проемы, чтобы потом пыли не было. Я воспользовался вашим советом и приобрел, в общем, жидкие обои. Взяли линейку Miracle. Сегодня в конце этого видео вы увидите первую комнату, выполненную в этом стиле. Вот такой Silk Plaster. Но я вам много чего еще расскажу. Это вот сейчас пачка на комнату дочери. Примерно по вот такой же кучке у нас на каждую комнату. Если дело пойдет, то мы будем весь дом зашивать жидкими обоями. Все, приступаем. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Евгения с любовью подготовила наши стены к работе, то есть она убрала все огрехи, все небольшие заусенцы. Прошла их где-то шпателем, где-то подмазала. И сейчас мы грунтовкой глубокого проникновения будем на два раза обрабатывать поверхности наших стен. В общем, вот такого вот бочонка нам хватит на 40 квадратных метров стены. Так как жидкие обои, они, собственно, жидкие, и чтобы адгезия была максимальная со стеной, грунтовка глубокого проникновения для этого просто необходима. Сейчас мы пройдем сначала продольными, потом поперечными проходами. Между слоями 3-4 часа будем отдыхать. Пока отдыхаем, замешаем сами обои. Они готовятся 12 часов. Ну, в общем, когда мы до них дойдем, я об этом тоже вам расскажу. А сейчас давайте все прогрунтуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, как я уже сказал, мы выбрали жидкие обои. Из плюсов данного материала это то, что он очень легко наносится, он бесшовный, он создает отличную звукоизоляцию помещения. Следующий немаловажный фактор это экологичность. Так как это полностью натуральный продукт без запаха, он гипоаллергенен, не выделяет никаких вредных веществ для здоровья человека. А при заливе какой-то жидкости на обои их легко ремонтировать. Обычно они просто высыхают и от протечек не остается и следа. Silk Plaster выпускаются по уникальной технологии. Они света и морозоустойчивые. Поэтому ни африканская жара сахары, ни лютые сибирские морозы ими страшны. В пластмассовую емкость налить чистой воды без осадка и примеси комнатной температуры. Вскрыть упаковочный пакет, достать прозрачный водорастворимый пакет с материалом, погрузить водорастворимый пакет вместе с материалом в воду. Честно скажу, когда мы только загрунтовали Silk Plaster'овской грунтовкой стены, я уже понял, что нас ожидает успех. Дождитесь окончания видео, напишите нам сейчас какой-нибудь приятный комментарий и будет все круто, я уверяю. Вообще вот эта вот коллекция Miracle, вот она блестящая, мерцающая декоративная штукатурка с мраморной крошкой от Silk Plaster. Она с повышенной износа стойкостью и возможность применения в жилых и общественных помещениях. Короче, дети ничего ей не сделают, похоже. Можно вешать эту лесенку. Не помню, говорил я это или нет. Miracle это линейка штукатурок, которые можно размешивать миксером. А, да, где-то я тут читала же, что замоченный материал тщательно перемешать, используя дрель с миксерной насадкой. Да, только на малых оборотах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 12 часов прошло. Материал должен был быть готов. Ну, вот так вчера все застыплерили. Это Женечка сделала аккуратненько. И сейчас вываливаем, перемешиваем это все в тазу. Начинаем намазывать. Кстати, вот с этой Miracle, как говорят, работать тяжелее. Она уже профессионального типа образца идет. Не знаю, посмотрим сейчас, как будет тяжело, не тяжело. В любом случае, для меня это первый раз. Ну, нет, мне кажется, будет намазываться легко. Она вот даже сейчас видно, что она такая пластичная. Так, только смотри, чтобы скрепки внутрь не попали. Это важно. Да, лучше их как-то подсобирать. А, ну все, наверное, хватит. Вываливай. Сейчас вывалим две или три пачки. Надо будет еще перемешать. Да, можно сказать, и не три, наверное, побольше даже. Можно, ну все, наверное, многовато. Но все равно подсыхать будет. Смотри, главное, чтобы скрепок не было. Они потом ржавчиной могут в обоях вылезти. Вот так выглядит консистенция после приготовления. Как говорит производитель, если будет плохо тянуться или некомфортно, можно будет добавить еще литр воды на одну пачку. То есть, если, допустим, мы сейчас три пачки сюда вывалим, значит, три литра воды можно будет сюда добавить. Ну, посмотрим. Сейчас будет понятно все на первых уже мазках. Итоговое размешивание, которое мы сегодня проводим, уже нельзя делать миксером. Нужно делать только рукой. Это я тоже прочитал в инструкции по эксплуатации. Держи. Держи. Вон сзади тебя. Видишь? Сколько еще? Ты будешь, это, отделом контролем качества. Забыл совсем сказать. Укладывается он вот такими пластиковыми кельмами данный материал. Их можно также приобрести вместе с комплектом обоев. Ну и как? Наносятся. Ну как легко, нет? Ну вообще не сложно. Вообще наносятся очень даже классно. Я не ожидал. Мне казалось, будет тяжелее. Единственное, что возможно, я слой делаю большеватый. Сейчас мы это поймем. Это мы еще все будем разравнивать. Сейчас я сначала нанесусь. Миша-ка. Миша-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Мне нравится. Мне реально очень нравится. Бывает, работаешь с материалом, и душа не на месте, и кажется, что ты сделал ошибку. Ну, как минимум, как минимум, виниловые обои я клеить бы не решился. Я не умею это делать. У меня стыки не получаются, у меня швы не сходятся. Ну, мне тяжело. А эту штуку вот сейчас нанесу быстро, потом добавлю воды и разровняю. Так что сейчас не пугайтесь. Я-то просто в голове понимаю, в чем, что будет дальше. Сейчас, на первый взгляд, может показаться, где-то проголызины, какие-то элементы. Все выровняется, короче. Я боялся, честно, материала боялся. Сейчас попробовал, я понимаю, все, как пишут именно на сайте, наносятся прям точно так же. Даже если опыта нет аж по штукатуриванию, короче, бояться нечего. Давайте очень быстренько пробежимся по технологии нанесения их на стену. В своем видео я показывал это больше сериально, а хочется, чтобы вы знали по пунктам, как сделать это быстро. Итак, первый этап – это подготовка поверхности. Нужно демонтировать все возможные глубокие трещины, углубления и так далее. То есть просто нанести на них, например, гипсовую штукатурку. После чего вторым этапом будет просушка поверхности. Мы должны будем удалить пыль, все загрязнения и высушить эту поверхность. Далее мы выравниваем и грунтуем ее. То есть обрабатываем шпаклевкой, штукатуркой, высушиваем, покрываем грунтовкой сил пластер в два слоя. Сначала продольными движениями, высушив, мы делаем это поперечными. Сушка должна проходить около 3-4 часов между слоями. После того, как с поверхностью уже закончено, нам нужно подготовить сами жидкие обои. Для этого мы наливаем чистую воду без осадков и примесей комнатной температуры в пластиковую емкость из расчета на один пакет. Нужный объем воды указан на каждой упаковке. Готовить каждую пачку нужно отдельно, даже если потребуется несколько пакетов на одну поверхность. Следующий этап – это мы высыпаем в емкость с водой блески или краситель, который приобретается отдельно, равномерно распределяя его по воде. После этого высыпаем основной состав штукатурки, предварительно встряхнув пакет. Перемешивать нужно вручную, процеживая массу между пальцами во избежание образования сгустов клея. Подготовьте столько раствора, сколько хватит для нанесения на всю поверхность от угла до угла. Следующим этапом нужно выдержать нашу смесь 12 часов. Использовать для хранения нужно упаковочный пакет от жидких обоев. Через 12 часов соединить несколько пакетов в общей пластиковой емкости и хорошо перемешать руками. Жидкие обои готовы к нанесению. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на 1 пакет. Для идеального нанесения Silk Plaster через 1-2 часа используют боковое освещение, с помощью которого можно разгладить поверхность теркой, смачивая ее в воде. Специальное компрессорное оборудование для нанесения жидких обоев облегчит вашу работу на больших площадях. Я думаю, что в следующих сериях мы с вами попробуем сделать это с помощью компрессора, который ко мне вот-вот приедет. Но это уже другая история. Ну и последним этапом это сушка. Оптимальная температура воздуха в помещении должна быть не ниже плюс 15 градусов. Влажность нормальная. Время высыхания жидких обоев 24-48 часов в зависимости от температуры и влажности помещения. Для ускорения процесса сушки обоев проветривайте помещение. Эти обои сквозняков не боятся. Используйте кондиционер, бытовые вентиляторы, строительные бытовые обогреватели, осушители воздуха. Также жидкие обои от компании Silk Plaster интересны тем, что здесь можно создать свой неповторимый рисунок. Но, друзья, в нашем случае у нас дизайн в стиле минимализма, и поэтому мы рисунки никакие делать не будем. У нас будет один цвет. Так, друзья, еще один вопрос, который, скорее всего, у кого-то возник. Это натяжные потолки. То есть, по логике любого ремонта, он начинается сверху вниз. В конце ставятся двери. У нас все не так. Почему не так, объясню. Когда я узнавал про натяжные потолки, а делать я хочу их сам. На первом этаже в прошлом видео мы с вами обсуждали гипсокартон. На втором этаже точно будут натяжные, только натяжные. Когда я созвонился с ребятами, которые занимаются продажей, они сказали, что правильнее всего устанавливать багет после декоративной штукатурки или жидких обоев. Вы сами видели, как наносятся жидкие обои. Все-таки это такой материал рыхлый. Если будешь попадать на багет, то это может привести к нехорошим результатам. Потом его чистить и так далее. В нашем же случае мы сейчас нанесем обои, пристреляем багет и очень аккуратненько сделаем натяжной потолок. Мне кажется, это будет... Да, все будет красиво и аккуратно, даже прям будьте уверены. Так, а вот здесь будут порталы, которые пока я не придумал, как сделать, но они тут будут. И поэтому мы пристреляли сразу гипсокартон, приделаем портал потайной, и там будет находиться внутри... Гордина. Гордина. Спасибо, Жень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге мы победили. Все классно, супер, материала хватило. Сделали все на лучшем, высшем уровне. Посмотрите, как выглядит эта фактура. Здесь уже все сухое, и это действительно прям тепло и классно. Цвет этот мы выбирали специально для сына, для комнаты сына. Она получилась такая светлая. Осталось мне сейчас поставить розеточки, но возникла одна проблемка, и я хотел бы с вами посоветоваться. Ситуация. Смотрите, у нас полы еще пока по фанере. Я хотел поставить двери, чтобы об этом больше не думать, и пыль не летела. Но потом установить ламинат, по-моему, уже будет неправильно. То есть сначала нужны ламинаты, а потом уже двери. Понятное дело, что ламината у меня сейчас денег нет, и я въехал в небольшой пень. Либо брать кредит, либо ставить дверь, потом как-то это все снимать, я не знаю. Либо просто сейчас не ставить, но тогда мы со шторками будем жить. Это мне не очень нравится. Заряжать комнату обратно, но жить пока без дверей, наверное, такой вариант. Потому что сейчас под Новый год брать кредиты на 200 тысяч мне, ну, прям очень не хочется. Но вы мне можете помочь, если есть желание браться. У меня есть еще мед, он в наличии. Заказывайте. Жарковский-мед.рф. До Нового года осталось немного времени. Можно успеть закупиться. Еще один момент. Если кому интересно про линейку именно вот этих обоев, то вот тут по ссылке вы можете о них посмотреть, почитать. Именно о нашей расцветке. Вот этой. Я сейчас говорю и об этой фактуре, и об этой расцветке. И смотрится это не как декоративная штукатурка, а как реально полноценные обои. Однофактурные, но с блестяшками. Интересно. Мне нравится. Все. Пойдем в следующую комнату разбирать. Так, ну, увидимся на следующей неделе. До скорых встреч. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok